Всем привет! Сегодня я расскажу про то, как мы развиваем ролики в Дзене. Немножко о себе. Меня зовут Настя, я продакт-менеджер в Дзене. У меня примерно 5 лет опыта в IT. Я работала в геосервисах, в ВК Суперапи, в фанкорпе, может кто слышал. Это лента с мемасами. Я преподаю гик-брендс и веду канал про продукт-трендс, про креатор-эконами и про тренды в мире продуктов. Что же сегодня мы обсудим? Я расскажу про молодежное поколение, вообще чем они интересуются, чем их вообще увлечь. Про такое понятие, как TikTok first products. И расскажу про кейс, как мы запускали ролики в Дзене. Про молодежное поколение. Наверное, вы видели, возможно, этот график. Возможно, просто знаете, что поколение зумеров родились раньше, чем появились в соцсети. Но когда они уже начали пользоваться телефоном, соцсети имели крышесносный рост. Поэтому они влились в их жизнь очень таким образом, что это теперь их основной инструмент и для общения, и для получения каких-то навыков, и для поиска ресурсов, и для просмотра контента. Интересные факты. Так как молодежь с телефоном на «ты», то неудивительно, 98% зумеров уже имеют телефон с 10 лет. Поэтому они проводят очень много времени онлайн. В среднем зумер проводят 4 часа в день в онлайне. И интересный факт. Но все больше и больше зумеры хейтят Google поиск и начинают искать информацию через TikTok. То есть поиск Google умирает, как ситуация примерно с иерархией папок в компьютере для школьников. То есть они не используют папочки и раскладывают туда файлы, а они все кучей сгружают в Google Диск или облако мейла. И потом уже поиском ищут нужный им файл. Поиск Google также не приветствуется только потому, что большинство отзывов купленные или фейковые. И зумеры предпочитают смотреть на UGC контент, user-generated контент. Тот контент, который также постят такие же, как они, и доверяют именно этим живым отзывам через видео или через живые реакции. И также каким-то статьям в Zoom, которые нацелены на SEO, тоже не доверяют, потому что они предназначены для конкретной цели, чтобы попасть в ранжирование. Явный пример этому подтверждения — это TikTok-тренд. Давайте посмотрим видео. Да, девушка сказала, что она в целом все ищет через TikTok, и даже если она хочет что-то приготовить, ей легче найти рецепт в TikTok. Итак, как же вообще выглядит портрет зумера? Давайте рассмотрим среднестатистического зумера из России. Данные взяты из последнего исследования 2022 года Росиндекса. Многие переживают, что если делать продукт для зумеров, они не платежеспособны. Это неправда. 46% зумеров уже работают, и к ним, уже к привычному запросу work-life balance, добавляется еще одно понятие — это work-life study balance. То есть они как можно раньше начинают уже работать, как только идут в универ, получают знания, идут их практиковать и зарабатывать деньги на комфортную жизнь. Этому подтверждение, что почти каждый второй зумер готов и платит за онлайн-контент. И они не беспокоятся о передаче персональных данных, в отличие от населения в целом. Они готовы делиться с крупными компаниями персональной информацией, так как благодаря доступу к персональным каким-то интересным услугам, личным, персонализированным продуктам, они готовы отдать свои персональные данные. И также они доверяют новым технологиям, что они защитят их данные, и поэтому у них нет сомнения, ими делиться. Также зумеры любят новые технологии. 42% зумеров признаются в том, что они в поисках технологичных новинок. Это также видно на том, как зумеры активно адаптируются к новым способам оплаты. Их не смущает использовать Face ID, разобраться с тем, как это работает, использовать быстрые платежеспособные системы платежей и так далее. Так как я уже говорила, что с зумерами на протяжении всей их жизни присутствуют соцсети, они очень часто транслируют всю свою жизнь через онлайн. И также они познают этот мир. И с каждым полугодовым опросом всегда результат, какая ваша соцсеть любимая, ответ является TikTok. И неудивительно, но в этом году TikTok уже достигнет полтора миллиарда активной аудитории месяца. А учитывая огромную долю зумеров, вполне может стать вообще площадкой номер один для запусков продуктов. При этом, так как молодежь, они early adapters, они намного легче и быстрее адаптируются к каким-то новым сложным фичам или продуктам, сервисам, услугам, чем взрослые. Поэтому запускать на них новые сервисы – это большая возможность для стартапов и больших компаний. Вот. И переходим к TikTok First Products. Это все, что перед нами стоит, новые TikTok-сеть. Через нее все чаще и чаще запускаются какие-то приложения, продукты. Люди узнают из TikTok. И поэтому многие бренды, многие компании слезят за этой тенденцией и начинают использовать ее в своих продуктах. Например, одно из популярных приложений среди подростков – Snack – это а-ля Tinder в TikTok-формате. То есть ты можешь сметчиться с второй половинкой через короткие видео. Также следующее приложение – Chill Peel. Это некий аналог клабхауса для способа найти поддержку среди других людей для поддержания своего ментального здоровья. И также большие компании тоже не остаются позади. Например, такой гигант, как Pinterest, достаточно зрелый, взрослый продукт, также запустил недавно приложение, которое взорвало App Store среди подростков. Это аппка для создания коллажей, которая выглядит так же, как лента в TikTok. И даже такие компании, как NBA, достаточно консервативные, тоже используют механики TikTok для того, чтобы рассказать о каких-то интересных моментах матча или о каких-то играх в виде коротких роликов. Сферы Education тоже используют TikTok-формат для обучения каким-то новых механикам. Пользователи могут задать любой вопрос эксперту, получить множество разных ответов и тем самым поглубиться в какую-то тематику благодаря коротким видео и ответам от экспертов. Итак, какой вывод можно сделать? Короткие видео захватывают мир. Люди реально смотрят TikTok больше в два раза, чем даже Netflix, которые видео в среднем от 30 минут. Поэтому сейчас многие внедряют подобный формат в свои приложения. Что нужно делать для привлечения молодежи? В первую очередь, это, естественно, с ними общаться, следить за их трендами не только локальными, но и мировыми. И, естественно, не бояться экспериментировать. Как я уже рассказывала, зумеры очень любят что-то новое, и они очень быстро к этому адаптируются. На российском рынке также можно встретить подобные продукты. Эта механика, TikTok-механика, очень хорошо ложится на E-ком. Например, Алиэкспресс и указан на слайде Озон Моменты уже используют ленту коротких видео для покупки товаров. То есть ты можешь посмотреть ленту роликов и уже выбрать определенный товар, положить его в корзину и купить. Social Tech, ВК-клипы, все, наверное, в курсе. Тоже из открытых источников видно, что у них очень сильно растет видеоформат, и пользователи действительно все больше и больше потребляют видеоконтент. Дзен. Что же делаем мы? Прежде чем я начну, расскажу вообще, что такое Дзен. Дзен — это мультиформатная контентная площадка. Мы транслируем разные форматы. У нас есть статьи, посты, лонг-видео, лайк-ютуб и ролики. У нас за год публикуемого контента увеличивается в два раза. Количество активных авторов — это примерно 100 тысяч активных авторов в неделю. Это примерно выглядит вот так, если кто не знает. Вот. Ролики — это бесконечная лента коротких видео на самые разные темы. В 2021 году мы заметили, что 60% времени пользователи провели в видеоконтенте. И в этом году мы запустили такой формат, как ролики, и он оказался самым быстрорастущим форматом в нашем продукте. Но после запуска мы столкнулись с некоторыми ситуациями, что на самом деле, когда ты изучил пользователя, ты узнал все его основные паттерны, ты уже максимально хорошо знаешь своего нового пользователя, и тебе просто нужно его за ручку привести в новый продукт, мы столкнулись с некоторыми сложностями. То есть пользователям, которые на самом деле уже постоянно используют такую механику в других продуктах, постоянно уже закрытыми глазами умеют свайпать ролики, им было не очевидно вообще, как работает новый формат, где искать ролики, как вообще их листать и где их находить. Поэтому очень важный вывод, когда вы запускаете какие-то новые фичи или продукты, не забывайте об основах продуктовых запусков. То есть даже если ваш пользователь имеет хороший паттерн, уже отработанный паттерн поведения в других продуктах, это вообще не факт, что он сразу поймет, как это же знание, этот опыт применить в вашем продукте. Поэтому я выделила три вещи, на которые необходимо обратить внимание. Даже когда вы хотите запустить MVP и какой-то минимальный жизнеспособный продукт, обратите внимание также на точки входа, анбординг и то, что вы покажете своему пользователю в первый раз. Когда мы запустили ролики, мы добавили таб ролики на главный тачбар, который виден всегда, но при этом почему-то пользователи туда не заходили. То есть, казалось бы, мы предложили фичу и новый продукт на самое видное место, которое ты заходишь, и первое, что ты увидишь, это табар, по которому происходит навигация, но туда почему-то пользователи не заходили. Оказалось, что вы даже по себе можете вспомнить, что у вас, когда вы заходите в какое-то приложение, есть какие-то слепые зоны. То есть, у вас есть уже сформированный паттерн, сформированные привычки, и вы заходите только туда, куда вы постоянно заходите, и все. И все, что вокруг, рядом, около, уже не обращайте внимания, что там происходит. Поэтому мы добавили карусели. То есть, основное время, которое проводит наш пользователь, это фид. Главный табик в Дзене, и когда ты уже листаешь контент, появляется что-то новое, необычное, и уже пользователи туда кликают чаще. Мы пошли дальше, и если пользователю действительно нравится наш формат, мы ему предлагаем в него заходить чаще и вообще установить первым табиком, чтобы он не забывал, что у него есть ролики. Анбординг. Как я уже говорила, если ваши пользователи отлично используют один паттерн в другом продукте, это вообще ничего не значит, и вряд ли они так легко и просто начнут использовать его в вашем продукте. Так у нас получилось и со свайпом. То есть, кажется, очень понятная механика, везде она используется, но почему-то очень сложно показать пользователю в непривычном продукте новый формат, что тут тоже используется свайп. Поэтому мы очень много итераций провели для того, чтобы рассказать о пользователе, что у нас есть свайп, что пользователю нужно обучить ему. То есть, мы пробовали и пальчик показать, что у нас есть свайп, и автоматически проскроллить ленту, тем самым тоже показывая, что у тебя есть еще контент помимо этой карточки. Поэтому всегда, если вы что-то делаете, даже если это супер понятно, не забывайте про анбординг. И первое впечатление — это как лендинг, это то, почему ваш пользователь должен вернуться в ваш продукт. Это то, что вы покажете, когда он перейдет. То есть, мы проделали много работы, чтобы он туда пришел, то есть, поработали над точками входа. Дальше мы его обучили и рассказали, а вообще, что мы тебе хотим здесь показать. И дальше мы должны ему представить то, что его должно зацепить. То, из-за чего он должен понять, ага, да, мне нравится эта новая фича, этот новый продукт. И это можно применить на всех продуктах, на всех сферах. То есть, если это e-com, это вещи, продукты, товары. В случае дзена — это контент. То есть, если пользователь зашел в ваш новый продукт, в вашу новую фичу, вы должны не просто ему предложить что-то необычное или рандомное, а постарайтесь учитывать его опыт в предложении, если он использовал его до. Если он его не использовал до, подумайте, что бы вы предложили самое лучшее из того, что у вас есть. То есть, если это какие-то товары, возможно, это какие-то самые лучшие товары. Или используйте ту агрегацию, которая работает уже у ваших пользователей. Вы знаете, что там самый залайканный контент — это, не знаю, котики или мемасы. Значит, надо показывать котиков или мемасов, чтобы попасть в точку. И сразу собирайте обратную связь. Сейчас пользователи это не сильно раздражает. Они, наоборот, больше триггерятся, если вы им подсовываете что-то ненужное, и они просто тратят на это время. То есть, если они… Все пользователи понимают, что если они вам отдадут обратную связь, то значит, вы сделаете продукт лучше, и значит, в следующий раз, когда они вернутся, возможно, что-то изменится, благодаря чему они останутся в этом продукте. Итоги. Используя все вот эту структуру и несколько итераций улучшений, за год у нас ролики выросли в шесть раз. Какие основные инсайты? Не успускайте момент. То есть, если вы видите какие-то тенденции, попытайтесь их применить. Не забывайте о продуктовых основах. То есть, запустить MVP недостаточно. Сейчас вообще есть такое понятие, как LVP. Это lovable MVP. LVP. Любящий продукт. Что недостаточно сделать просто регистрацию через e-mail, все уже привыкли к регистрации через, например, социальные сети. То есть, это намного проще. Ты нажал на кнопку и зарегистрировался. И следите за тем, что происходит в мире, не только у прямых конкурентов, но и у косвенных. Это мои контакты. И спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О, смотрите, лес рук. Как здорово. Спасибо, Настя, за доклад на такую актуальную тему. Как мы видим. Мы хотим начать с вопросов с онлайна. В этот раз, представляете. Настя спрашивает, правильно ли понимает, что вы не сделали доступный онбординг для нового продукта? Онбординга? Да. Для вашего нового продукта. Для нового продукта мы делали онбординг, просто мы не вложили в него достаточно усилий. То есть нам показалось, что если мы один раз покажем, что сделайте свайп, то все все поняли. Но это не так. Вот так вот. Ну что, теперь переходим к вопросам из зала. О, как лес, рук. На чем? Так. Можно, прошу, что не я? Привет, меня зовут Полина. Спасибо большое за презентацию. Хотела задать следующий вопрос. Вот здесь было описание, что такое поколение молодежи, назовем это так, да? То, что 46% работают. Вот про это. Правильно понимаю, что было не через Job2beDone, а через персоны. Это первое. Второе. Хорошо, есть TikTok. TikTok очень развивается. Также есть рилсы в Инстаграме. Все идет. Короткие видео, все топчик. Вы такие, у нас в ВК надо что-то внедрить, надо аудиторию, скажем, к нам перегонять. Кто были первые люди, которых вы звали? Ну, то есть, все равно описали у людей разный контент. Предположим, там, вышкинцы пойдут на то, где объясняются, не знаю, там, самообучение и все подобное. Или это мемчики и котики, или это Дани Милохин и подобные, скажем, популярные люди из TikTok. На что вы ставили акцент? И как изначально показывали людям, какое видео они будут смотреть? Вот в этом вопросе. Спасибо за вопрос. Мы, прежде всего, блогерская площадка и ориентируемся на авторов. Какие авторы у нас есть, какие у них запросы. То есть, если мы видим, что нашим авторам неинтересно постить уже статьи, и они перешли на видео, то мы постоянно их кастдевим, проводим UX и слушаем их запросы. И в целом, да, наверное, я бы так сказала, что шли, скорее всего, от персоны, но при этом учитывался именно больше авторский опыт, потому что, на самом деле, вот эта TikTok-платформа, контентная платформа, она как бы идет с двух сторон, и автор, то есть мы должны предложить все-таки пользователям что-то, чтобы они могли смотреть, и также пользователь. И авторы должны иметь пользователей. И все время вопрос, а с чего нужно начать. Но так как у нас уже была площадка, уже был какой-то опыт с работой автором, и уже есть какая-то аудитория, то, можно сказать, исходили из того, чем пользовались текущие авторы, и что смотрели текущие пользователи. То есть мы не исходили абсолютно от новых пользователей. То есть у нас уже есть какая-то молодежная аудитория, и мы ее исследовали. Мы в Мосте, грубо говоря, внедрили в фичу. Хорошо, спасибо. Такой некий мостик. Получается, что есть авторы, у них возникла новая потребность, они сами переходят в видео, и вы такие, о, видео залетает, давайте попробуем. Да, по сути, короткое видео намного проще смонтировать, снять, выложить. Не могу не дать микрофон девушке, она уже второй доклад хочет. Привет, меня тоже зовут Полина, спасибо большое за доклад. И мой вопрос связан тоже с целевой аудиторией. Мы говорили про зоомеров, про то, что зоомеры пользуются тиктоком, это основная аудитория. Но ты говорила о проблеме, что когда вы внедряли какие-то новые фичи, далеко не все пользователи понимали, как ими пользоваться. Насколько мне казалось, дизайнер пользуется более обширная аудитория. То есть не только зоомеры, но, например, люди более пожилого возраста. И не было ли как раз проблем пользования фичами, связанных как раз с аудиторией? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Ну, то есть, да, действительно у нас есть зрелая аудитория, но эта проблема была заметна на всех когортах. Добрый день, спасибо еще раз за доклад. Меня зовут Гоша, и у меня два небольших вопроса. Первый вопрос. Как, по вашему мнению, где находится тикток-механика на кривой Гартнера? Можно пояснение? Ну, и Гартнер же каждый год выпускает кривую, которая сначала… Технология на подъеме, технология на спаде, и технология выходит на плато. Как, по вашему мнению, где сейчас? Тикток только выходит на свой пик или уже находится на плато и останется с нами на всю жизнь? Я не могу сказать, что это останется на всю жизнь. Точно будет какая-то смена, потому что из всех молодежных исследований главный паттерн, почему пользователи там, не знаю, не сидят в известных соцсетях, потому что там сидят их родители. И для них это no. Поэтому точно будет падение, но кажется, что за счет того, что сейчас у тиктока очень большая стратегия на e-com, и они хотят взять все больше и больше рынки, то, мне кажется, у них еще это все будет на пике какое-то время. Спасибо. И второй вопрос. Представлю аудиторию. Основным нашим средством… И узнать нашу аудиторию – это всякие качественные исследования и количественные исследования. И вы сказали, мы знаем нашего клиента. Но если мы берем нашу целевую аудиторию, дети от 10 лет, они мир только познают, и они сами не знают себя. То есть у них через год будут совершенно другие привычки, другие интересы. Как тогда жить в той парадигме, когда у нас каждый раз целевая аудитория меняется? Тогда нам продукт надо чаще менять? Ну вот как раз про этот доклад, что нужно следить за их трендами. Кажется, Георгий и Читер, два вопроса в одном. Добрый день, меня зовут Маша. У меня такой вопрос, как изменился контент и аудитория дневная в связи с событиями сентября. В сентябре? Ой, есть некоторые вещи, о которых я вообще не могу говорить. Иначе нас едят авторы и пользователи тоже. В целом, если общо ответить, то авторы не прекращают снимать, постят, и контент зачастую очень светлый и такой больше про позитив, чтобы всех подбодрить и вот вообще вся площадка на то, чтобы получать дофамин и хорошие эмоции. Хорошо. Какие есть особенности развития продукта на российском рынке, в отличие от мирового? Особенности? Особенности. Нюансы. Ну, сейчас я подумаю. Давай, давай. Ответ из-за. Еще один читер. Это читерство. За это не дают хомяка. Просто, например, есть разница с менталитетом, например, российский и американский. Возможно, кто-то видел график именно реакции на что-то. У американцев, например, они чаще всего говорят, вау, как все круто, а у нас распространено наоборот. То есть вау – это что-то не особо хорошее, какая-то чушь. Есть, может быть, какая-то особенность в реакциях на запуск нового продукта или что-то такое. А вас именно американские только интересуют, или азиатские тоже? Потому что, мне кажется, там гораздо больше изменений. А в целом отличие от мировых тенденций? Ой, сложный вопрос. В целом у нас также… Ну, то есть есть негативные комментарии, ну, на что-то новое – это всегда. Вот. И это в том числе связано с тем, что у нас такая достаточно еще и зрелая аудитория тоже присутствует в продукте. А если тоже ответить общо, то в Америке, мне кажется, в целом пользователи все очень перенасыщены технологиями, и для них вообще что-то новое – это реально вау. А у нас есть такая история, что мы чуть-чуть вот именно там с контентными такими быстрыми форматами чуть-чуть запаздываем, и скорее ты уже все это видел, все это знал, и когда ты что-то получаешь на российском рынке, ты такой, ну, вообще я это уже видел. Вот, поэтому, типа, ну, ладно, повторим. Ну, кажется, настало время Сени. Все так? Сени – это кто? Это хомяк. Это твой хомяк. Блин, я забыла. Посвящаем вас, да, вреды ВК привыкать к нашим героям. Так, ну, наверное, я дам его… Полине. Нет? Нет. Мне показалось, что ты смотришь сюда. Полине, но с цветными волосами. Отлично.